МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошо. Три-два, 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 два, один. Пуск. Здравствуйте! Вы смотрите программу о загородной жизни. Все, что вы хотели узнать о даче, но не знали, у кого спросить. Я, Дмитрий Николаевич, идущий этой программы, но самое главное, я дачник. У нас с вами одни и те же цели и задачи. В предыдущих программах, в которых мы подводили предварительные итоги наших дачных сезонов, мы рассказали вам о том, что удалось сделать в доме и саду. Сегодня поговорим о том, без чего дачу, в том числе и современную, представить невозможно. Как бы дачник не сопротивлялся, в посадках участвовать все равно придется. Сегодня об огороде. Как им заниматься? Потому что я начинающий дачник, я вот пока не понимаю, как это можно все сделать. Ну, с минимальными затратами желательно, конечно. Ну, на вашем, в вашем случае, когда вот еще ничего неизвестно, где что будет, да, мы предлагаем вам мобильный огород. Елена Поликарпова – дачник с четвертьвековым стажем. Хобби переросло в профессию, а практические знания подкрепились научными. Закончила биофак ПетрГУ четыре года назад. Мобильный или контейнерный огород – правда, наш вариант. Маленький огород, рассчитанный на получение свежей зелени к столу, может быть от двух-трех квадратных метров. Ну, а максимальный размер ничем не ограничен. Как его устроить? Выбираем полянку на открытом солнечном месте, желательно на возвышении, защищенном от ветра. Косим травку, выравниваем площадку, укрываем спанбондом, насыпаем эко-грунт и готово поле для деятельности. Просто рассыпать, да? Культур, которые можно так выращивать, немало. В первую очередь это томаты, перцы, а также пряные травы – базилик, розмарин, душица. В качестве контейнеров можно использовать различные емкости. Например, крупные растения, да, нужно большой контейнер, литров на пять, ну, от трех до пяти литров. Маленькие растения, как салаты, укропы, и они могут довольствоваться от пол-литра до литра. В нашем случае огородик маленький, но весьма емкий. На любой стол найдется свой овощ. Чеснок с укропом у нас так соседствует очень хорошо, да. Так, здесь опять брокколи. Такая-такая композиция, как капуста чесночно-укропная. Все и не перечислишь. Посмотрите, может, что не упомянул. Это шнит-лук, это кинза, эстрагон, капуста кальраби. У вас здесь будет кладезь витаминов и полезных питательных вещей для организма. Чудесно. Чудесно. Я очень рад, что такое у нас чудесное город. Следующий, видимо, естественный шаг в жизни любого дачника – это переход к такому уже основательному земледелию, к огородничеству. Мы будем делать настоящий стационарный огород. С чего он начинается? Вот я, смотрите, взял перчатки и лопату. Это оружие дачника. Ну, я вас разочарую, потому что сегодня копать вам опять не придется. Это у меня порадовало. Значит, мы выбрали место, определили с вами место, ориентировали его с севера на юг, ввели колышки по размерам, скосили траву, и теперь вот мы культивируем эту землю, траву перекапываем вместе с верхним слоем земли, чтобы выровнять вот наш огород. Далее мы будем делать деревянные короба, вот чтобы там и опять вам там не копать. А только будете рыхлить и добавлять землю. Вот мы сделали модульный огород, можно сказать, что контейнерный, то есть это стационарный, на постоянном месте. Мы заложили три теплых грядки для теплолюбивых овощей, и пять грядок, две из них для многолетних овощей, и три для того, чтобы высаживать летом, ну, какие вы хотите культуры. Нынешний огород с самой ранней весны вели с чувством, с толком, с расстановкой, чего только не посадили под чутким руководством Елены Ивановны. Ну, мы сейчас не можем высадить огурцы, но мы не можем себе допустить, чтобы земля была пустая. Поэтому мы ставим лунки для огурцов, а остальную землю мы засадим зелеными культурами. То есть шпинат посадим, редиску и укроп. Так, ну что, посадили грядку, и в пакетике семенов вставляем в альбомчик, чтобы узнать, что у нас посажено. Значит, у нас посажен редис 16, редис метелки и внуки, шпинат Матадо и укроп Мамонт. Продолжаем наш альбом. Вот, это альбом для лука. Не прошло и месяца, и снова посадки. Погода вроде как пошла на лето, благоволит нам, и мы можем уже начать полноценные посадки на огороде. С чего начнем? Сегодня мы делаем две грядки. Одну грядку с морковью, другую грядку со свеклой. Но мы сделаем совмещенные посадки, где морковь мы посадим туда еще кориандр и лук на летнюю зелень, а где свеклу мы посадим укроп и тоже лук, потому что лука мало, много не бывает. Морковь мы сегодня с вами будем садить двух вариантов. Это дрожжированная, грядка лентяя называется. Наша, наш вариант. Да, потому что она в гелевой оболочке, которая предохраняет семена, протянувшие от высыхания. И на ленте. Что тоже удобно, чтобы не надо было пройдя. То есть на одной грядке так, а на другой так? Нет, на одной грядке морковь, на другой свеклу. Хорошо. Каждый выбирает свои овощи и фрукты. Но есть один клубнеплод, который, что называется, must have. Дача, не дача, на мой взгляд, если нет картошки. Это какой-то нонсенс в Корее или дача без картошки. Но грядок у нас до нее не приготовлено. Что в таких случаях нужно делать? Наш принцип – это не копать. Поэтому мы с вами расстилаем. То есть это все убираем? Да, лопату убираем. Так. Расстилаем. Черный мульчирующий материал. На него мы рассыпаем землю. Сейчас мы ее удобрим белгумусом и несем в золу, потому что картофель любит очень калий. Ей нужно для того, чтобы корнеплоды росли. Картофель мы взяли ранний картофель, чтобы его использовать в летний период. Пошел основной момент – это посадка. Так, мы положили глубоко. Нет, мы не будем класть глубоко. Мы где-то на сантиметрах 5-6. Сажать на огороде не переставали весь сезон. Собрав первый урожай, тут же, там же, сеяли вновь. Мы сегодня собрали лук шнит, редиску разноцветную и разноформенную. Шпинат. Шпинат. Щавель у нас есть. Салат. И салат, да. Теперь мы говорили, что на место бутылок мы будем высаживать рассаду огурцов. Грядка получила второе дыхание. Еще будет укроп. Укроп будет. И вот огурцы. Здесь еще будет. И сейчас посадили огурцы. Да. Еще на эту грядку мы можем посадить, как бы для эксперимента. Давайте посадим. Давайте. Кукурузу. Остался еще один незанятый плацдарм. Для настоящего дачника словно бельмо в глазу. Значит, на этой грядке у нас будет сборная. Это будет здесь лук-порей, капуста кальраби. Угу. Свекла-мангольд. Салат. Ну и что, теперь у нас огород не просто огород, но он должен еще быть и красивым. Красивым, да. Вот это мы посадим фасоль спаржевую, вьющуюся. Она до трех с половиной метров. То есть, я думаю, тут она, ей хватит места. Это, кроме того, она красиво цветет и дает еще прекрасные плоды. Угу. Количество растений, не знаю, успеть это все съесть же нужно еще как-то. Вот это и так. Ну, еще надо вырастить это. Да, да, да. У нас все выросло. А что конкретно у нас выросло? Ну, начнем с огурцов. Так. Вот пошли огурцы, несмотря на погоду. Видите, как солнышко пригрело, сразу появились огурчики. Это, нужно сразу сказать, что это не подстава, да? Нет, 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 попробуйте даже их так вот. Это настоящие. Огурцы, вот. Мы даже снимем сегодня два огурца. Да. Они ключики, такой сорт. Да, да, здесь лилипут и мальчик с пальчик. В этом году, в отличие от прошлого, огурцы растут не на черном укровном материале, а укрытые сеном. Для чего это делается? Во-первых, для того, чтобы корням было тепло. Во-вторых, чтобы меньше поливать, влага сохранялась. И, в-третьих, чтобы огурчики у нас лежали не на земле, а на сене. С огурцами все понятно. Следующая наша удача – это кабачки. Грядка с кабачками. Тоже они есть. Так, вот уже пошли. Можно тоже отворачивать, да? Ну, можно первые отвернуть, чтобы пошли другие. Все равно первые интересные. Вообще, для еды используют сантиметров 20-22. Ну, я думаю, что это вполне можно. Да, это очень молочная спелость называется. Да, отлично. Следующая просто праздник какой-то. Да. Здесь у нас листовая свекла мангольд. Красивые листья, посмотрите, какие черешки. Желтые, красные, белые, да. Ее можно использовать на щи-борщи вместо капусты. Ну, а самая сладкая и для многих самое желанное летнее лакомство – клубника. Ягоды крупные, хорошие. Вот уже в этот год, считайте, на второй год урожай. Вот, снимайте. Вот такая вот. Да, вот такие вот ягоды. Хорошо. У нас сегодня на поездке дня самая главная карельская культура – это картофель, да? Уборка картофеля. Мы в прошлый раз срезали батут. Чтобы окрепла кожура, чтобы хранилась картошка хорошо. Вот сегодня мы будем ее убирать. И картошку мы выращивали по-особенному. Не копали грядки, не окучивали, а только поливали заботливо укрытый корнеплод. Потому и выкапывать картошку будем без лопаты. Ну вот, смотрите, мы достаем. Вот старая картошина и вот урожай. При минимальных затратах, что вот мы расстелили, насыпали землю и высадили, не надо было окучивать картофель. Безусловно. И вот при этом получить урожай. Ой, тут килограммов. Ну, так, я думаю. 7,8 где-то. Это все 15. По большому счету мы закрываем огород. Огород уже можно закрывать на этой стадии. Потом все равно придется нам еще садить лук. Готовить его к ячне. Чеснок. Все начинаем. Начинаем с моркови. То есть забираем морковь все. Да. Смотрите, у нас она здесь хорошо выдергивается, в принципе. И корнеплоды не ломаются. Значит, что делаем? Если хранить морковь долго, то нужно обрезать кончики, подлечки. Чтобы не было ростков. И укладываем в ящик пока. Хоть на ростковку. Следующим номером свекла. Не то чтобы большая, но для нас вполне. Да. Свеклы на небольшой пионерский лагерь хватит. Вслед за свеклой в закрома отправляется фасоль. Ну что, все срезаем. Жалко. Мы оставим пока зелень. Зелень оставим, да? Да. А, и красную тоже? Да. Это спаржевая фасоль. Она употребляется в пищу вместе со створками. Потом кинза. Так, вот кинза у нас выросла. Образовались семена. Значит, ее нужно что? Из веревочки подвесить в сарай. Пусть они пожелтеют, семена вызревают. Вот как будут такие коробочки. Вот. И потом снять и использовать. Очень вкусно с рыбой. Как курицей. Как специя. Да, как специя. Ну, знаете, Ирина Ивановна, скажу честно, душа радуется. Ну, конечно. Прямо вот. И более свое. Да, настроение мое улучшилось. Это просто в крайне. Не зря ли это прошло, правда? Да и осень не зря наступила. Хорошо? Все. На сегодня все. На сегодня все. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Дача, Дача, это прекрасно. Дача, лопата должна была. Лопата, штука на огороде. Бесполезная. Дмитрий, вот так поливать вообще-то вредно. Чего это? Хорошо. Дима, ты мне нужен? Нужен. Я теперь здесь. Теперь я здесь, главное. Я же приглашал вас, приезжайте, ешьте. Нет, не приехал никто. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...